Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого, из беседы на Евангелие от Матфея, о молитве и о прощении обид. Скажи мне, осмелился ли бы ты молиться, если бы замарал руки в навозе или в грязи? Никак. Между тем это не причинило бы тебе никакого вреда, а осквернение языка пагубно. Итак, для чего ты в делах безразличных опаслив, а в том, что запрещено, не родив? Что же скажешь ты? Или не должно молиться? Должно. Только надо бы быть чистым и не оскверненным. Но что скажешь, если я прежде осквернил себя? Очистись. Каким же образом? Плачь, стенай, раздавай милостыню, извинись перед обиженным. И через то примирись с ним. Очисти язык, чтобы более не раздражать Бога. Если бы кто измаранными в грязи руками держал тебя за ноги, умоляя о прощении, ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы ногою. Как же ты сам дерзаешь в нечистоте приступать к Богу? Язык молящихся есть рука, которую мы обнимаем колено Божие. Итак, не оскверняй его, чтобы и тебе не сказал Господь. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. И еще говорится, смерть и жизнь во власти языка. И еще, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Итак, сохраняй язык более зеницы ока. Язык есть царский конь. Если ты наложишь на него узду и научишь его ходить прямо, то царь спокойно будет сидеть на нем. И если же пустишь его бежать и скакать без узды, то на нем будет ездить дьявол и бесы. Итак, чтобы тебе с дерзновением приступать к Богу, не допускай гнева, когда он хочет войти в твою душу и совокупиться с нею, но отгоняй, как бешеного пса. Такое и Павел дал повеление, когда сказал, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофея 2.8 Итак, не оскверняй языка, иначе как он будет за тебя молиться, когда не будет иметь дерзновения? Укрась его кротостью, смирением, сделай его достойным призываемого тобою Бога, наполни благословением и многою милостынью. Можно ведь и словами творить милостыню. Слово лучше сказано, нежели даяние. Сирахов 19.16 И еще. Отвечай нищему ласково, скротостью. Сирахов 5.8 Все остальное время укращай возвещанием божественных законов. Украшай. Да будет всякая беседа твоя в законе Вышнего. Сирахов 10.20 Украсив себя таким образом. Приступим к царю и пойдем на колено не только телом, но и мыслью. Помыслим, кому мы приступаем и зачем. Что желаем получить? Приступаем к Богу, Которого, созерцая Серафимы, отвращает лицо, не имея сил сносить сияние, от лица Которого трепещет земля. Приступаем к Богу, Который живет во свете неприступном. И приступаем для того, чтобы Он избавил нас от гиены, отпустил нам грехи наши, освободил нас от нестерпимых наказаний и даровал нам небо и его благо. И так припадем к Нему и телом, и мыслью, чтобы Он сам воздвиг нас лежащих. Будем беседовать с Ним кротостью, с кротостью и со всяким смирением. Но кто из людей скажешь, ты так несчастен и жалок, что и во время молитвы не бывает кроток? Тот, кто, молясь, проклинает, исполнен гнева и опиет против врагов своих. Если ты хочешь обвинять, то обвиняй себя самого. Если ты хочешь изощрить язык свой, изощряй его против грехов своих. Говори не о том, какое зло причинил тебе другой, но какое ты сам себе нанес. Оно-то и есть величайшее зло. Другой не может обидеть тебя, если ты сам себя обижаешь. И так, если ты хочешь восставать против обижающих тебя, то восстань прежде против самого себя. В этом никто тебе не препятствует. А если ты восстанешь против другого, то будешь в большой обиде. Да и какую ты, говоря по правде, можешь представить обиду? То ли, что кто-нибудь оскорбил, обобрав тебя и подверг опасностям? Но это не значит быть обиженным. Напротив, если мы будем внимательны, то такие обиды принесут нам даже величайшее. Здесь обиженный есть тот, кто учинил такое зло, а не тот, кто потерпел его. И в этом-то заключается главная причина всех зол, что мы не знаем даже и того, кто когда получает и кто наносит нам обиду. Если бы мы хорошо знали это, то никогда не обижались бы и не жаловали бы в молитвах своих на другого, зная, что другой не может причинить нам зла. Не лишаться, а лишать, кого имущество есть зло. И потому, если ты похитил что-нибудь, то осуждай самого себя. Если же у тебя похитили имущество, молись за похитителя, потому что он доставил тебе весьма великую пользу. Пусть его намерение было не таково, но ты сам собой приобретешь величайшую пользу, если великодушно перенесешь обиду. Его карают и божественные, и человеческие законы, а тебя обиженного увенчевают и прославляют. Если бы страждущий горячку и похитил у кого-нибудь сосуд с водой и утолил ею опасную жажду, мы бы назвали обиженным не того, у кого похищен сосуд, но того, кто похитил. Потому что через это он усилил бы жар и ухудшил свою болезнь. Так думай и о любостюжателе, и о сребролюбце. И он ведь в жару любостюжание, которое сильнее самой горячки, похищением еще более усиливает свой пламень. Так же, если бы кто в бешенстве похитивший у кого-нибудь меч, заколол им себя, кто тогда потерпел бы зло? Тот ли у кого похищен меч, или тот, кто похитил? Очевидно, тот, кто похитил. Так должны мы судить и о похищении имущества. Поистине, богатство для сребролюбства то же, что и для безумного меча, и даже еще гораздо вреднее. Безумный, взявший меч и нанесший себе смертный удар, освобождается от безумия и не получает другого удара. А сребролюбец каждый день получает бесчисленные и жесточайшие раны. Он не освобождается от своего безумия, но еще более увеличивает его. И чем больше получает ран, тем больше подает случай раскрываться другим, жесточайшим. Помышляя об этом, будем избегать такого меча, будем избегать безумия. И хотя и поздно, научимся воздержанию. Поистине и эту добродетель не менее должен назвать целомудрием, как и ту, которую все называют этим именем. Там бывает борьба с одной лютой плотью, а здесь нужно побеждать многие и различные похоти. Нет безумия человека, раболепствующего богатству. Одолеваемый он представляет себя повелителем, будучи рабом. Почитает себя господином, связав себя узами, радуется, усиливая лютость зверя, веселится. Находясь в плену торжествует и скачет. И, видя пса, бесящегося и нападающего на его душу, вместо того, чтобы связать и изринуть его голодом, он доставляет ему обильнейшую пищу, чтобы он еще более нападал на него и был еще ужаснее. Итак, представляя все это, расторгнем узы, умертвим зверя, отринем болезнь. Отринем это безумие, чтобы нам насладиться спокойствием и совершенным здоровьем, и, достигнув с великой радостью тихого пристанища, получить вечные блага, которых и досподобимся мы благодатью человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и во веки веков. Аминь. Слава Вашему Богу!